Коллекцию уникальных и дорогих платков можно увидеть в музее Дмитрия Фурманова. Здесь открылась выставка по странам и континентам. В экспозиции представлены не только шелковые изделия, но и куклы со всего мира, из личной коллекции Анны Фурмановой, дочери известного революционером. Она собирала их в течение всей жизни. Незадолго до своей смерти Анна Дмитриевна пожелала, чтобы ее сокровища увидели и все остальные. Мы решили, что эту выставку непременно нужно сделать, потому что, повторяю, был очень светлый, очень добрый, очень щедрый человек. Анна Дмитриевна была почетным гражданином нашего города. И опять же, хотелось, чтобы идея, замечательная идея Анны Дмитриевны, она воплотилась и получила свою жизнь. Сегодня это случилось. По словам дочери Анны Фурмановой, для ее матери было важно не только путешествовать, но и сохранять память о месте, в котором она побывала. Вот почему все изделия с символикой и достопримечательностями стран. Платки представляют своего рода маршрут поезда к Анны Фурмановой. В маминой коллекции нет ни лошадей, ни цветов. На одном платке есть голуби, но это символ Венеции, и там кусок Венеции. Поэтому это все символично. Чтобы не забыть, что на площади Святого Марка обилие голубей превышает даже количество туристов. В экспозиции можно увидеть и фирменные платки от модных брендов. С голубями как раз от модельного дома Гуччи. Это платок от известного французского дома моды Хермес. На его изготовление уходит порядка 250 личинок туттого шелкопряда, которые поставляются из Бразилии во Францию. И стоит такое чудо около 600 евро. Интерес к странам и народам выразился и в коллекционировании кукол. Все они стояли в комнате Анны Дмитриевны. Многие подарили уже родственники. Эту китаянку дочь Фурмановой привезла из Шанхая. Всегда было очень легко и приятно привезти маме подарок. Если ты привезешь ей какую-то куклу из страны, где она не была или у нее нету, или платок с видами той страны или того места, где она еще не была. Вот для мамы это был подарок. По словам Марины Гомосковой, ее мама была увлеченным человеком. Порой истории с приобретением нового коллекционного экземпляра были действительно необычными. Мама ехала в метро, и на голове у женщины она увидела платок с видом, тем, которых у нее не было. И она, едучи по эскалатору ступенькой выше, уговаривает эту женщину снять с головы платок и ей отдать. Женщина ей говорит, что мама отдает ей свой платок, а та ей, извиняюсь, говорит, что на нем есть дырочка. Мама говорит, что это все абсолютно не имеет никакого значения. Важно, что здесь есть тот вид, которого в ее коллекции еще нет. Теперь совершенно понятно, что платки и куклы – не просто личная коллекция Анны Фурмановой, но и предметы культурного достояния. И на Сардейск, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.